Андрей Андреевич, на канале есть портрет графа Сен-Жермена, почему его называют вознесенным владыком, в чем на самом деле, кроме известных фактов, уникальность этого человека, спасибо вам за знание. На самом деле, до 1930 года никто не знал о графе Сен-Жермене, о нем едва, там чуть-чуть упоминали люди, иногда в каких-то не таких не очень знаменитых книгах, знаете, в 1912 году там была книга написана, немножко американская была книга написана, по-моему, если я не ошибаюсь, это было Байерда Споллинга, если я не помню, «Жизнь и учения Дальнего Востока» было написано в 1912. Но по-настоящему такая, наверное, особенная популярность у графа Сен-Жермена началась в тот момент, когда создали общество эзотерическое. В 1930 году в Америке было создано общество, оно себя назвало «Обществом Вознесенных», и по-другому они назвали себя «Я есмь». В 1930 году организовали это общество муж и жена, по-моему, Гай Беллард, и Эдна Беллард, Гай и Эдна Беллард. Они после этого выпускали еще и публикацию, такой журнал, который выпускается по сей день. И одна из идей, которую дали Гай и Эдна Беллард своим людям, которые приходили в их организацию, которая в дальнейшем, кстати, стала сектой, то есть их признали как секта, то есть вначале они были эзотерическое сообщество, которое в дальнейшем было признано сектой в Америке, также признана она сектой во многих странах, кстати, но это не имеет значения. И эта секта, она называлась «Я есмь». И одна из идей, ключевой идеи, идея заключалась в том, что они признали Сен-Жермена, Иисусом Христом, который был Вознесен. И после чего Гай Беллард сказал о том, что он напрямую общается с Вознесенным Сен-Жерменом, который передает ему информацию. Он это назвал еще названием или таким словом «ченнелинг». После чего он напечатал целые произведения и книги, такие обращения графа Сен-Жермена к людям с целью сделать так, чтобы люди могли спасти себя. Что он говорил? Он говорил, что человек, который проживает на планете Земля, не может быть спасен. На что была ориентирована эта задача или его идея? Она была ориентирована на людей, которые были христиане. В Америке было очень много христиан. Почему в 30-м году? Потому что это был тяжелый период для Америки, так как был голод, очень мало денег зарабатывали, многие люди разочаровались в христианстве, не ходили в церковь, потому что тяжелая жизнь была и судьба, и после чего возникло данное вот такое общество. Оно сказало о том, что да, Иисус Христос был, но из-за того, что это было давно, он решил появиться среди людей в виде Сен-Жермена, для того, чтобы изучить и теперь Сен-Жермен, когда воскрес, он появился в идее Беларда, как новое воскрешение Иисуса Христа, новое воскрешение Учителя Сен-Жермена, в ходе которого человек может спастись или вознестись, как они говорили, и не страдать на земле, его душа будет спасена, потому что весь мир, он катится в Там-Тарарым. Кстати, сам Белард многократно предсказывал окончание мира. Первый раз он предсказал, что оно произойдет в 49-м году, второй раз его жена уже одна говорила... Алло, да, что там? Алло, 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 что там? Кто-то неизвестно. Женя, все там слышно? Второй раз жена его, она позже говорила уже в публикациях о том, что умерший ее муж Гай Белард, он тоже стал вознесенным и передает информацию уже через него. И те люди, которые изучали, и те, которые стремились молиться, потому что они дали целый ряд молитв, а также приняли эту веру, которая была верой в Сен-Жермена, как во второе пришествие Христа, они могли вознестись. Именно из этого всего и появилось такое слово, которое назвали вознесенным владыкой. То есть вознесенный владыка был Сен-Жермен, по мнению Гая Беларда, а у сам Гай был уже вознесенным учителем. Ну, типа, тот был как Иисус Христос, а это был как зам Иисуса Христа. И в дальнейшем люди начали следовать. Одна из идей заключалась в неком таком восприятии фиолетового пламени, потому что они постоянно должны были представлять себя в фиолетовом пламени. Также основная задача — это задача осознания себя, как единое существо, которое никогда не умрет. То есть одна из задач, которую ставили им, это было спасение себя настоящего, спасение себя, который будет последователем Сен-Жермена и самого Гая в том, чтобы нести вот такое вознесение, вознесение, как они называют, фиолетового пламени. Также была разработана целая система посвящений, которая заключалась в посвящении крещения, посвящении водой, посвящения через причащение к данной религии и посвящения через фиолетовое пламя. Вот таким образом и появилась на самом деле такая вот религия. До момента возникновения этого всего Сен-Жермена и до возникновения книг о Сен-Жермене, как, собственно, о Сен-Жермене никто ничего не знал. То есть небольшие урывки или небольшие такие гностические какие-то книги или небольшие уларные книги, они в этих книгах иногда вспоминалось о том, что был такой человек Сен-Жермен. Он есть в историях всевозможных, так как был человеком, который встречался или имел возможность прислуживать или входить в двери к высоким вельможам. Так он приезжал и мог войти в двери королей Российской империи. В свое время он приезжал, насколько я помню, к Екатерине Второй. Так он был вхож к голландскому королю, к французскому королю, к испанскому королю и так далее. Ну и в дальнейшем его обвинили в том, что он, по-моему, голландский как раз король обвинил его в том, что он, могу путать, или немецкий какой-то из королей, Генрих какой-то четвертый, наверное, все-таки голландский. И объявил его, сказал, что он является предателем, после чего его посадили в тюрьму, и он уже из этой тюрьмы не вышел. Но у него были последователи, которые в дальнейшем написали гримуар. Он был издан в 1810 году. Это знаменитый гримуар, последние слова графа Сен-Жермена, который вот где рассказывается о том, как он сидит в этой темнице и говорит о том, что и дальше он дает прямое посвящение. Из вот этого посвящения, именно из этой книги, произошла определенная ветвь, которая называется французская ветвь масонского ложа, где одним из посвящений, а именно первым посвящением, является как раз данная книга, гримуар графа Сен-Жермена, «Последние слова». О чем этот гримуар? Он буквально звучит так. Я, Сен-Жермен, достиг многого в своей жизни, являюсь последователем слов тресмегериста. Я о тресмегеристе, если хотите, тоже расскажу. И в этой книге я хочу сказать о том, как человек может добиться всего в своей жизни. И дальше он говорит о неком посвящении, которое не называется посвящением, но подразумевает, что человек, который ментально или каким-то образом, в виде определенной такой затяжной медитации, будет практиковать данное посвящение, то он сможет стать частью или началом, или там верхом вот этого масонского ложа. Также есть ряд, после написанной этой книги, появилось ряд таких же фолиантов, публикаций, которые были, естественно, позже написаны. Один из них был в 1912 году и второй в 1927 году разными людьми, где объяснялись ступени масонского посвящения или посвящения масонской ложи после прохождения конкретно данного посвящения самого Сен-Жермена. Ну, о чем там говорится? Ну, буквально это выглядит так. Начинается это со слов «я». То есть я очнулся в темной комнате. Это темная комната, открылась дверь, там был вход в подвал. Я спустился в подвал, на мне было темное одеяние, я был весь мокрый. Идя по подвалу, я нашел маленькую дверь. В эту маленькую дверь я втиснулся, но по подвалу шел долго. В подвале там было сыро, было холодно и так далее. Я зашел в комнату, которая была квадратная. Впереди меня была синяя дверь, сзади меня была красная дверь, с левой стороны была черная дверь, а с правой стороны была дверь белая, которая сияла и слепила глаза. Я же решил пойти в синюю дверь, но над дверью висела семиконечная звезда, она очень сильно светила, и она влетела в белую дверь, и я последовал за ней. За дверью было большое поле, там было большое количество людей, многие из этих людей купались в воде, я тоже искупался в воде, и одел на себя белую одежду. Одел на себя белую одежду, мне было тепло, но тело было мокрым. После чего я нашел еще одну дверь, а, дворец, я увидел дворец, первые колонны были синего цвета, вторые красные, верхние были белые, они стояли на горе. Медленно поднявшись на горы, я зашел в эти колонны, там находился дворец, в этом дворце описание такое. После чего, и дальше там вот есть целый набор вот таких ментальных идей, то есть там во дворце, когда он оказался, в этом дворце были символы, надписи, также он увидел змею или зеленого змея, у которого чешуя было глаза, при этом рубиново-красные, сверху лежала книга, с левой стороны стоял инкрустированный меч. На мече было написано такие слова, на алтаре было написано такие, у змеи были написаны такие слова, сверху я увидел еще что-то, перешел туда и так далее, и так далее. Если человек это все представляет, он плавно погружается в тяжелейшие формы, обычно это делают с применением определенных наркотических веществ, таких как опий, и человек свободно, который проходит такое посвящение, ему очень несложно представлять все вот эти компоненты, которые описываются, а тот человек, который начинает рассказывать или проводит такое посвящение, называется клиром или эдитором, и таким образом такой человек, который входит в это состояние, ему навязывают эти идеи, он плавно проходит, как в картинках это посвящение, причем там есть такие понятия, как 6 дней, что обозначает 6 минут находиться в состоянии, 19 дней, там у него есть место такое в ванной, в которой был насыпан песок, я был в этом песке 6 дней, выйдя еще погулял, и вновь пошел песок, но уже на теле остались там следы ржавчины, осыпав себя ржавчиной, вышел еще раз, но тело было мокрым, также есть описание перехода реки между людьми и миром богов, это я начал плыть, и мне было очень тяжело, все с лица подкатился пот, после чего на лодке подплыл ко мне человек, на нем была корона, я же в этот момент сказал, я славлю только будущее, мне цари не нужны, я живу ради Господа, славлю этого Господа, после чего человек, который должен был его спасти, утонул, а его за волосы взяла высшая мистерия и подняла его, нося по всей планете Земля, таким образом, происходило вот такое посвящение, плавное, заканчивается это все тем, что он оказывается на подушке, поворачивается, по-моему, слева направо, и видит на столе синюю ленту, на которой есть изображено три символа масонского ложи, при этом он одевает на себе вот эти символы, одевает на себя капюшон, он вновь входит в дверь, где оказывается в этом дворце, где находятся уже три элемента, которые объединены между собой, это алтарь в виде зеленой змеи с рубиновыми глазами этого меча, и шести или семи конечностей, я не помню, и масонского символа, и это является как бы основой, началом масонской ложи, но при этом здесь есть нюанс, если человеку ночью при этом приснится сон свадьбы, то тогда он прошел посвящение, если не приснится, не прошел посвящение, и как доказать, приснится человеку сон или не приснится, неизвестно, мне приснился сон, в первый же вечер, я об этом не знал, обычно не говорят посвященным, и в тот момент, когда говорят, напиши или скажи, какой сон тебе приснился, то у меня после такого посвящения приснился сон, в этом сне мне приснилась свадьба, где в этой свадьбе, это еще было до моего, за 7 или 8 лет, до моей женитьбы на Софии Александровне, приснилась София Александровна, и приснились дети, и приснилась свадьба, и потом, к моему удивлению, спустя время, эта свадьба у меня состоялась, и когда я сказал, что мне приснилась свадьба, то и так далее. Являюсь ли я посвященным в определенное общество? Ну и что? Ну являюсь, и что? И какая вам разница? Ну и что? Все люди, которые занимаются эзотерикой, они чему-то посвящены. Являюсь ли, могу ли я об этом говорить? Могу. Почему? И имею такие посвящения, в ходе которых людей не наказывают. И являюсь ли я тем, кто является рукой? Нет. То есть я могу не делать ничего, ни для кого и никому не отчитываться. То есть вообще никаким образом. Можно ли сказать, что меня отпустили из общества путем многократных столкновений? Потому что у меня есть и посвящения, и масонские ложи, и там мальматийские, и такие-таки от Альберта, и там кого только нет. Но это все из-за того, что это многочислено, то это не считается. Но сама эзотерика мне нравилась. Как я отношусь вообще к графу Монте-Кристо, Калиостро? Что ты? Боже мой. Как Сентермен. Кстати, почему я вспомнил графа Калиостро? Это тоже была настоящая фигура. Именно граф Калиостро, он тоже приезжал в тюрьму к графу Сент-Жермену, и у него тоже есть книги. Почему я это все знаю? Дело в том, что я люблю эзотерику, и я в ней путешествую и не забываю. То есть у меня есть и фолианты, и гримуары. Я это все прочитал, я знаком с теософией, философией, знаком с высказывания графа Сент-Жермена Блавацкой, знаком с публикациями Блавацкой. Есть подписные издания Блавацкой, которые она выпускала в то время. Также есть журналы подписанные, не подписанные, а собранные еще того времени, которое я тоже выкупил. Я люблю, мне нравится эзотерика, я люблю эзотерику, люблю теософию, мне нравится это направление, мне нравится религия, люблю христианство и буддизм, мне нравится. В целом я человек, который занимаюсь даже вот таким делом, я это все применял и знаю все это с позиции прикладного искусства. Я знаком с системами Кабалы, много всего могу рассказать, со смежными системами, как это все создавалось, как изменялся сам Зогар Ецира, каким образом и во что он превращался, какие есть распочкования, какие есть религиозные направления. Да, это все интересно, почему бы это не знать, пусть это будет, но я этого в школе не преподаю. Почему? Зачем? Зачем? Не имею права.